всем привет всем добрый день хочу вам показать наш номер так здесь вот такие вот шкафы очень удобно особенно если у тебя много вещей но у нас не сильно много вещей нам хватает у нас сейф в номер ночь мы за него экстра не платили дополнительно не платили он у нас есть мы им не пользуемся потому что володя уже раза три или четыре его пытался закрыть а потом открыть и звенела сигнализация короче это не для него здесь такой шифонер вешалок хватает я свои платья все развешивала я не знаю куда я в эти платья буду во всех ходить на улице жарко не знаю но может быть когда в город пойду что-нибудь одену а то я тут набрала нарядов но и еще вообще только же приехал настолько сегодня какой второй день но это видео когда вы видите не знаю когда закачаю смотрите изначную рубашку даже сложила ой смотрите она даже уйра не взяла я же и приготовила урочка она не взяла странно если увижу ну или завтра там я обычно так ложу вчера когда убирали взяли я только с моря я такая вся убитая но я сейчас немножко вам комнату сниму и опять пойду на море вот так комната в этот раз побольше давно в этот раз я заказывала стандартную комнату в прошлый раз мне видно эконом попалась я просто не знала и заказала то что заказала тумбочки кресло столик здесь еще столик телевизор есть все каналы какие вы хотите русские немецкие и турецкий чай между прочим очень удобно что здесь есть чай кофе так холодильник мини бар кола фанта вода но видите сколько три бутылки воды но в общем нормально все это естественно входит в стоимость так что еще я сейчас специально закрыла немножко шторы потому что мне прям камера но солнце в камеру светило и климу я выключила чтобы она не шумела как заходишь номер сразу ну как карточку помещаешь в специальное место для карточки я думаю вы все знаете сразу включается свет и включается клима ладно раз мы здесь у меня еще в туалет не заходил туалет ванная ванная душевая такая волосского маленькая склада число не поместь все что ли туалет ничего особенного ну в принципе нормально чистенькая ничего не скажу в общем комната я довольна лучше чем в прошлый раз у нас было так ну пойдемте еще сходим на балкон володя все сушит свои футболки он потеет ужасно пришлось убрать все его атрибуты которые он 50 раз день переодевается потом сушит потому что потеет а брал с собой дать пару футболок сказал зачем мне так много я потом будешь ходить вонючий он сказал нет ночью и вот такой вид из окна но вид из окна вы уже видели я показывала вам не один раз это море вдалеке нет жарко даже отдушно просто дышать нечем идет такое испарение прям воздух правда такой тяжелый тяжелый хочу с вами немножко поговорить потому что здесь такая возможность есть только с утра поговорить потому что целый день потом кричит музыка и потом но это для ютуба не есть хорошо потому что youtube потом не пропускают знаете что я заметила что здесь в этом отеле нет вот этих вот табличек не беспокоит знаете которые вот в любом отеле на дверь вешаешь что например когда не хочет чтобы ты там в комнате кто заходил убирался в общем здесь такой таблички нет я голоди надо наверное рецепшен сходить спросить он говорит я говорит вообще ни у кого на дверях не видел может быть они здесь в летнее время специально каждый день проводят влажную уборку номеров потому что очень много песка ты с собой приносишь в общем этот песок и из купальников высыпается еще знаете какой момент такой интересный мы очень много ездили по всяким разным отелем и в европе мы были в европе мы были как я вообще сказала очень мы были и в италии в австрии и где мы еще были в швейцарии очень были во многих во многих странах в отелях и по германии наверное чуть ли ну в общем мы были во всех городах на территории где на территории германии есть катки и не по одному разу и были в разных отелях знаете что заметил ни в одном отеле нет часов до фойе где-то на рецепшене и часы есть есть даже где такие прям табло из часов сделанные где в разных континентов скажем так в америке сколько время там в россии сколько время в китае в общем разное время часы специально поставлены на разное время в разных городах странах а вот в номерах часов нет просто-напросто я не знаю почему но например для меня это как-то не совсем удобно когда ты не видишь ну когда ты постоянно не видишь сколько же сейчас время ну ладно у нас просто сейчас у всех есть часы телегона просто такая интересная интересный факт скажем и еще спрашивали меня какой не спрашивали я сама предложила получилось так что почему все выбирают турцию почему сидят путешествовать в турцию потом там было такое продолжение ветки скорее всего из-за цен я не знаю какие цены сейчас в греции хотя я знаю я у нас знакомые ездили в грецию на тот момент я встретила мы еще были мы еще были в германии я спросила сколько же стоило та же самая цена точно так же 1300 на человека сначала когда мне сказали 1300 я бы ничего себе чуть в этом дешево съездили это же короче катастрофа как дешево на одного человека я могу а ну у нас в принципе то же самое у нас тоже 1300 с копейками на одного человека получается что мы заплатили где-то 2 600 с копейками такая у нас цена за наш отпуск за наше развлечение за 10 дней это за 10 дней до мне написали в комментариях таня почему вы так выбрали время потому что вы теряете дни да мы правда теряем те дни за которые мы заплатили да мы правда теряем целых два дня потому что мы приехали поздно-поздно ночью потому что даже мы приехали 15 числа а отпуск у нас был с 14 числа и мы уезжаем 24 числа тоже с утра мы тоже целый день теряем это девочки на ошибках учиться называется потому что я именно вот именно в такой отпуск как в турцию на время и поехали второй раз и поэтому но я не учила кое-какие моменты я вроде бы смотрела и там читала и там читала а потом мне знаете когда это пришла мысль что я неправильно заказала ну за счет того что мы два дня целых теряем уже практически перед отпуском и потом не саврина говорит но а ты ведь плохо заказала себе отпуск я буду я уже поняла что что мы целых два дня теряем за счет перелета но я знаю что когда я смотрела я выбирала время и знаете когда первый раз заказывала когда вот мы зимой в январе сюда ездили было так что почти на каждом рейсе стоял транспорт к отелю а где не было транспорта было написано если вы хотите транспорт то 50 евро это стоило нужно было просто там ну галочку поставить и тогда у тебя тоже будет транспорт в этот же раз я когда заказывала я только вот это одно время нашла где было написано что это с транспортом что нас к отелю привезут и потом увезут в аэропорт от аэропорта мы недалеко где-то минут 40-50 но когда он естественно заезжает в один отель людей оставляет или забирает это естественно время все равно дольше получается чем 40 минут и находишься в дороге в общем когда что-то сегодня у нас как-то не солнечно совсем не знаю может распогодится но по крайней мере все небо затянуло кстати как в этом в германии Сабрина сказала мне что был так была такая гроза что все сверкало что у нас даже свет отключился яку Сабрин где-то наверное замкнуло я говорю что это ну типа во всей деревне отключился свет или только у нас что-то где-то замкнуло я говорю ты хоть знаешь где-то в зихерном чтобы ну чтобы опять свет включить в доме если это не по всей деревне отключился она говорит уже все включилось уже все уже где-то все нормально и я говорю ну ладно хозяин чей там планов понаделала себе не знаю конечно какие эти планы как эти планы она все в жизнь воплотит забыла слова господи какое же это слово в общем не знаю как она эти планы все в жизнь воплотит но по крайней мере там что-то делать мне в чьи ящики кому интересно Сабрина выпустила новый влог я вам ссылочку оставлю здесь под видео это уже получится наверное ну потому что влог у ней был вчера по моему да или позавчера просто она там такая в шоке она так рассказывает про цены я говорю да хорошо когда или когда с мамой закупаешься и ты просто в тележку бросаешь то что ты хочешь просто приобрел чтобы купить и цены когда ты вообще не смотришь ой это столько стоит ничего себе это столько стоит а так вот бывает молодежь у нас такая привыкли что родители все покупают от них конечно не вся молодежь такая а когда сам особенно продукты ну Сабрина продукты редко покупают а обычно когда покупает она берет один два там каких-то три просто что-то нам на обед непосредственно приготовить получается так ну недорого а когда она закупилась немножко побольше вот она вроде говорит ей там подружка должна приехать ну может быть приедет из Манхайма не знаю приедет не приедет а так у нее Эрик практически всегда у Эрика тоже сейчас в отпуск в общем они там вдвоем отдыхают ладно сейчас наверное переоденемся и все равно на море пойдем не знаю будем купаться или не будем ну наверно будем люди купаются и мы можем кстати про мне написали что галька где галька обычно море чистое там как-то интересное дно вы сначала идете по песку потом идет там буквально метра полтора галька а потом идет опять такой какой-то твердый ну дно такое твердое знаете как там плата каменные платы какие-то попадаются иногда камни попадаются но это же море и в принципе а в принципе когда вот камни попадаются в основном около берега когда дальше туда отходишь там хорошее дно в принципе нормально но оно не там не галька там галька только говорю вот первые наверное полтора может быть два метра а остальное там такой ну как песок ну он такой знаете песок как такой прессованный песок ну в общем я не знаю даже как объяснить но это не галька поэтому море оно здесь и мутное когда немножко штормит а туда дальше когда заплываешь там прям вода аж на голубая-голубая ладно пойдемте дальше девочки вот посмотрите какая я уже загорела загорела или загорела или как Сабрина говорит подгорела Сабрина когда в солярином была я подгорела поджарилась короче в общем я тоже поджарилась ой тут там музыка играет в Вячеславе все равно ничего не произойдет то есть вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, всем привет! Всем добрый вечер! Добрый вечер! Я просто теперь не знаю, где у меня будет видео начинаться, где у меня будет видео заканчиваться. Я потом буду просто смотреть. Девочки, я вам даже боюсь себя показывать. Посмотрите, как... Днем так не было, да? Не, ну правда же днем так не было, оно просто проявилось. Проявилось. Нет, мы просто... Еще сегодня в город ходили немножко. И мне кажется, что я вот так загорела, это когда мы в городе были. А люди, смотрите, сколько еще людей купаются. Мы на ужин собрались. Ты посмотришь, сколько уже едят. Пошли. Ну все. Ладно, мы тоже на ужин. Сейчас, если немного народу будет на ужин, я попробую вам... Постараюсь вам ужин заснять, потому что его просто очень-очень много. Да, немного народу будет. Но немножко раньше специально пошли. Я постараюсь вам ужин заснять, потому что его тут так шикарно-прешикарно оформляют. Прям, ну, очень красиво. Так, да? Девочки, у меня ничего... Блин, так страшно смотрится на камеру. Это ужасно. Я прям у кого-то вообще вся красная-прекрасная. Девочки, у меня нигде ничего не болит. Мне может еще будет болеть, но сейчас не болит. Ну, я же загораю, поэтому плечики красные немножечко. Ну, немножечко. Сейчас Сабрина у меня звонила по видеосвязи. Она с собаками, собачками гуляет. Она меня увидела, она уже вот так в камеру. Вау! Мам, ты глянь, что? Я говорю, все нормально. Я же загораю. Я же буду на море. А мы только пришли с моря. Я только из душа вылезу. И она тут звонит. Ладно, все. Побежали на ужин. Ну, Володя, как всегда, уже убежал. Он это очень быстро делал. Там все ждет меня на мостике. Иду я. Дорога. В ресторан кушать. А там все, фотосессии проходят. Красиво. Люди так одеваются. Розочки. И все опять вечером. Видите, еще раз все поливают. Утром они все поливают. И вечером все поливают. Все, я вам сейчас покажу эту красоту. Потому что прям очень красиво все сделано. Это какая-то острая приправа. Я вчера пробовала. Ничего такая была. Какой-то салат с яиц. Ну, здесь просто-напросто невозможно все попробовать. Потому что чего здесь только нет. Всякие разные соусы. Смотрите, как красиво. Нарезано арбузом. Уже прям порционно. Я здесь хоть пахлавы наемся. А, кстати, нужно будет вот эту кашку взять. Она мне тоже нравится. Смотрите, какой тортик сегодня. Да. Возьми мне вот это, пожалуйста. Его знаешь, как быстро разбирают. Поставь мне. А то пока я дойду. Это такая... Вот что-то большие. Нет, мне не надо большие. Мне такое нормально. Сладкий стол. Короче, вот такое я не пробовала по плаву. Ну, смотрите, какая звезда. Красивая муссовый тортик. И всегда вот такое огромное разнообразие фруктов и ягод. Карпозы очень вкусные. Дыни так себе с нашими узбекскими дынями не сравнить. Наши дыни, которые вот из Узбекистана очень-очень вкусные. Персики тоже очень вкусные. И здесь такие все свежие салаты. А все горячее еще на улице. Сразу готовы. И подают. Вот таковочка. Вообще, конечно, еда не сравнится ни с чем. Здесь очень большой выбор. Я даже не знаю, что, например, я сейчас возьму. Вот такая вкусная. О, я знаю, что я возьму. Рыбу. Девочки, посмотрите, какой у нас сегодня барашек на ужин. Обалденно вкусный. Володя уже сказала вкусный, он уже попробовал. Сейчас я тоже себе наберу. У нас сегодня в развлекательную программу входят какие-то лотерейки. В общем, мы с Володей купили какие-то лотерейки на 10 долларов. А они такие, знаете, это типа лото. Будут называть номера, нужно зачеркивать. Но мы же не знали, какие там лотерейки. И пошли все, ну, пошли с Володей вдвоем без очков. А без очков же нифига, короче, не видим же. Ни я, ни он. Поэтому, поэтому. Так, пускай, шутка, хочу закрыть. Я быстро побежала за очками и за ручкой. За ручками. У меня как раз две штуки было. Я просто, знаете что, я просто не хочу там на улице говорить. Потому что там музыка везде играет. И просто будет шумно. И может быть потом Ютуб не пропустит. Все, я побежала. Потому что она... Ой, в общем, я побежала. А то полдесятого начинается вся эта игра. Надо успеть. Полдесятого вечера. Все. Так, ключи взяли, мы побежали. Почему вы такие вот это? Вводим. Сейчас номера. Кто-то будет вытягивать лотереи. Будем потом... А ты это? Хм. Ну... Да. Там в checked.